Доброе утро! В эфире новости. Меня зовут Егор Матаев. Начинаем выпуск. Делегация татар из всех регионов России, а это больше сотни человек, приедут сегодня на Алтай. Впервые в нашем регионе пройдет форум татарской молодежи. У гостей насыщенная программа. За неделю они обсудят темы лидерства, команды образования, социального проектирования. И главный вопрос – место национальной культуры в современном мире. В программе «Круглый стол» – лекции, семинары, дискуссии, встречи с известными татарскими личностями, мастер-классы, спортивные состязания и, конечно же, экскурсии по Алтаю. Детские больницы и поликлиники края скоро отремонтируют. Они не только станут более комфортными, но и получат новое медицинское оборудование. А значит, и лечение будет эффективнее. На ремонт и переоснащение выделили 242 миллиона рублей. Эти средства получат Барнаульские детские поликлиники номер 3 и номер 14 и отделения 1-й детской горбольницы. Деньги получат также и сельские медучреждения, детские отделения Заринской и Заринской ЦРБ. Отметим, остальные детские медучреждения региона тоже не останутся без помощи. В 2019-2020 годах, например, наступит очередь Бийской, Рубцовской детских больниц и Краевой клинической. В последней один корпус реконструируют, другой, лечебно-диагностический, построят с нуля. Также там появится новая бактериологическая лаборатория. И к новостям спорта. Трое спортсменов из Алтайского края стали победителями первенства России по грибному спорту. Соревнования прошли в Энгельсе среди юношей и девушек до 19 лет. В первенстве приняли участие 372 спортсмена из 31 региона. Среди них – воспитанники спортшколы Олимпийского резерва имени Костенко. Артем Пескун и Дмитрий Гончаров выиграли на дистанции 500 метров в каное двойке. Затем первым пересек финиш в финальном заезде байдарок-одиночек на 200 метров Владлен Ушаков. Победителя острейшей борьбы на этой дистанции определил фотофиниш. После Артем Пескун стал серебряным призером в каное-одиночке в заездах на 200 метров. Синоптики пока не передают похолодание, но барнаульцы уже задумываются о поисках верхней одежды. В магазинах города стартовал сезон распродаж. Где самые выгодные акции, узнаете в нашем следующем материале. Магазин верхней одежды Ахара объявляет грандиозную распродажу. Огромные и реальные скидки до 50%. Здесь вы найдете аляски и стильные пуховики нежных и сочных оттенков для всей семьи. Практичность и удобство каждой модели – это основные преимущества магазина Ахара. Ультра стильно и ультравыгодно. Для модниц представлена коллекция, которая порадует своими необычными принтами и смелыми решениями. Также неизменные хиты – классические приталенные пуховики, подчеркивающие силуэт. Сильная половина человечества за стиль и комфорт. Именно поэтому не теряет популярность удобная и теплая Аляска. А также полюбившиеся всем классические удлиненные варианты. Яркая детская одежда из термо- и влагостойкого материала, который будет защищать вашего ребенка от любой непогоды. Все ткани действительно износостойкие, выдерживают любые нагрузки. Также имеют водоотталкивающую пропитку. Сейчас актуальны модели парки. Это как раз молодежный тренд. Они у нас представлены не только в молодежной коллекции, но и в коллекции для больших размеров. Женские, мужские и детские пуховики. Здесь можно одеться всей семьей. Приходите на грандиозную распродажу верхней одежды в магазинах Ахара. Утепляться летом невероятно выгодно. Для удобства покупателей в магазине Ахара можно быстро оформить беспроцентную рассрочку с помощью сервиса Ревотехнологии. Также к расчету принимаются кредитные карты системы Халва. Магазины Ахара расположены по адресам ТРЦ Гэлакси, второй этаж и в торговом центре Алтай. Ахара. Купи пуховик от 2900 рублей. На этом у меня все. Передаю слово Елене Хорошавской в студию утреннего канала. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова